Всем привет, это подкаст Europe Design. Сегодня 20 июля 2015 года, 8 часов вечера по Челябинску и выпуск номер 46. Всем привет. Я как-то хотел расшифровать сегодня, во сколько мы это записываем, чтобы... Зачем? Ну, чтобы люди потом поняли, почему во вторник подкаст появляется, а не в понедельник. Что мы не в 6 утра тут в понедельник собрались такие? Да, да. И я весь день что-нибудь проделал и не отредактировал. Нет, это все потому, что мы просто поздно собрались, и он банально 2 часа рендерится, и 2 часа заливается на YouTube, а я там уже сплю. Да. И еще час мы будем сейчас писать, возможно, может быть больше, может меньше, не знаю. У нас сегодня есть несколько громких тем. Например, Coca-Cola сменила свой логотип. А у нас... Давай я не буду все про логотипы, потому что есть про логотипы, но у нас будет про классы в JavaScript. И в App Store... App? App Store снизили цены. Ура, погнали. Да, у нас есть наши любимые спонсоры. Я даже не буду сегодня никак вуалировать. Просто спонсоры этого подкаста. Жми. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartTape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары-услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести «UwebDesign506MUNLIM» и указать какой-нибудь период оплаты. Ну вот, как-то так. SmartTape.ru Ну, потому что весёлая. Весёлая такая реклама у нас. Весёлая и задорная, я согласен. Как задорно. Так, давай, я открываю нашу первую тему. Она твоя. Она, кстати, чеканная будет сейчас. Вообще сильно чеканная. Ну, вот ты какие любишь девайсы использовать? Такие периферии? Типа кейборда, там, мауса? Самая дешёвая. Я вот иду в CityLink, это сейчас не реклама, просто я иду в CityLink, потому что мне нравится этот прекрасный магазин, там отличное обслуживание. SmartTape.ru, кстати. Да, и беру самую дешёвую всегда. Ну, кроме периферии к ноутбуку, наверное, если я её когда-нибудь сподоблю себе взять, типа выделенной клавиатурой мышки, я возьму всё-таки Apple-овские. Но для своего Windows-компьютера просто всегда самое дешёвое. Беру и всё. У меня мышка всё ещё ПС пополамное, говно, не лазерное, а оптическое. Ну, короче говоря. Ты прям так делал даже в детстве, когда маленький был? Мне кажется, вот мы маленький выбирали всегда что-то. Сейчас мы уже старики, по 100 рублей покупаемся. А вот маленький, да, вот там, не, ну Razer, я уже когда маленьким не был уже Razer, точнее, ещё не было. Вот да, ещё не было. А вот Logitech и Genius, мне кажется, были постоянно споры. Ну, я, да, хорошо согласен, Genius, Genius я любил. У меня геймпад Genius всё ещё из детства осталось. И авиаджойстики мы Genius покупали. Ну, вот я сколько себя помню, Logitech не меняли логотип, вот не меняли. У них был вот этот тупорылый логотип с светящимся лазером от мышки. То есть, в принципе, получается, что они тогда сменили логотип, когда уже не было шариковых мышек. Возможно. Да вот, вот такое. Наши слушатели на iTunes, если таковые остались, я расскажу сегодня историю про iTunes, там она интересная. Ну, короче, достаточно казённый логотип, я тебе скажу, очень казённый. Ну, такой, ну, как бы он... Он ещё не очень консистенси. То есть, вот тут он, мне кажется, ну, хотя нет, наверное, обведён точно такой же, но тут, мне кажется, шрифт пожирнее, чем там. Ну, вот, и они, видимо, взяли чувака, который сбежал или из Microsoft, или из Google, и сделали новый логотип, и к нему же новый бренд, всё вообще забрендировали полностью по-новому. Теперь Logitech, вот этот вот логотип, и всё в новых цветах, там, таких ярких, именно вот как надо. Всё как надо, всё в новом стиле. Я не знаю, ролик мы будем включать хотя бы на секундочку, понять, какая там эпилепсия. Мне кажется, просто он там идёт секунд 30, мы можем себе позволить. Тем более у нас звук пишется на компьютере. Apple? Да, возможно, мы даже его можем подарить, этот звук нашим. Прекрасный звук, да? Ну, просто я так честно скажу, он иногда, когда переконверчиваю в аудио, он иногда пропадает, именно то, что с компьютера было записано, поэтому мы не обещаем. Но в тишине его смотрят. 30, 31 секунда, сейчас я фуллскрин сделаю. Я могу говорить, да, оно же будет? Не стоит, потому что он заглушать будет. Если он будет, но если будет звук, я хорошо, я убавлю. Окей. Короче, круто. У меня вот когда фуллскрин сейчас смотрю, мне действительно по эпилепсии хочется как-то это, в бок голову убрать. Да-да-да. Мне напоминает Microsoft Surface. Вообще сильно, очень сильно. Значит, вот это то, что старики бы назвали стильно-модно-молодежью. Да-да-да-да-да. Это вот кислоту надо слушать после этого. Но вообще, короче, мы не просто так вам это показываем. На самом деле, у нас сегодня будет несколько тем, которые затрагивают материал дизайн. Вообще, в принципе, Google и много чего. То есть, в принципе, мы открываем этой хренью нашу хрень. Да, следующая хрень у нас в нашей хрени, это то, что Coca-Cola сменила логотип. Боже мой. В смысле, что, реально прям самый главный логотип, который... Они убрали вот этот вот шрифт Coca-Cola, который... Что ж вы делаете-то, а? И какой... Вау, это что можно сделать? Это подписаться на Wire, эту рассылку. А при чём здесь звезда смерти? Просто, чтобы нам с тобой понравилось. Просто. А, вот они завлекают. Ну, давай. Они, возможно, смотрят, если на GitHub Зоидина у человека, то звезду смерти. Если нет, то Майли Сайрус. Да-да-да-да. Так вот, нету теперь вот этого шрифта Coca-Cola красивого, который именно такой... Текучий. Скрипт это называется, который именно от руки такой нарисован. Помнишь, такой прям крутой? С завитками, ну, текучий по мне. Дизайнеры, говорят, с завитками, ну, вот это, ну, такое. Ну, такое. Так вот, всё, его теперь нету, и будет только вот эта волна. А это, кстати, волна, чтоб ты понимал. Да, это все знают, все знают. Ну, тут вот её ленточкой называют, но это суть в том, что это волна. Это типа ты налил Coca-Cola, она ещё не улеглась у тебя в стакане. Она плещется у тебя, да. Она у тебя ещё плещется чуть-чуть, вот эта вот волна. Я даже не знаю, что сказать ещё по этому поводу. Я, во-первых, рад, что эта волна не в цвета радуги. Ну, да, это, кстати, смешно. На самом деле, я сейчас читаю новость. Это только в Дубае, limited edition. Будет упаковка такая. Надо ехать, ты имеешь в виду? В Турцию? Ну, как тебе сказать, это Эмираты. Но в Турцию можно съесть в принципе. Я тебе не про это езжу просто в Турцию. Да, да, согласен, пора уже в Турцию. Тут они ещё говорят, что вот они хотят месяц Рамадана отметить этой упаковкой. В смысле, откроют прям баночку победной выпьют за Рамадан? Я знаю, но вот типа что месседж у них такой. Не вешайте ярлыки на людей. То есть и без надписи Кока-Колы, и без вот этого там Иван, Наталья. Без вот этого. Это круто. То есть в их ситуации Раджа какой-нибудь, Радья там. Не знаю. Не, ну это круто. Вот это я считаю круто, что типа не надо говорить там этот любимый там и так. Ну вот эти все марки, которые там хорошие. Ну вот они типа да, не вешайте ярлыки и всё, и мы сидим, блин. Блин, натури, молодцы. Со смыслом. У них даже есть этот лайтбокс небольшой, причём не противный. Ну наверное, кто коллекционирует банки, наверное, себе поставят такую обязательно. Укол ещё себе поставят, потому что возможно в Тубай придётся ехать, то есть в Турцию. Переходим к следующему редизайну. Мы уже неделю назад разговаривали про Фейсбук с тобой. Они сменили логотип. Нам там даже в комментариях на ютюбе написано, как можно так долго обсуждать одну букву А. Дизайнеры. Дизайнеры. Ну короче, дизайнеры. Суть какая? Я не знаю, зачем я закрыл предыдущую, пусть будет. Тётенька или девушка, Кэтлин Виннер, она Виннер, она реально победитель. Она дизайнер Фейсбука, один из. И она переработала... Хочется как-то покрупнее показать. Давай как-то покрупнее, дизайн-менеджер она, больше даже скажу. То есть она не абы кто, не просто чувак, который написал, она продумывала эту концепцию, реально. Вот продумывала и решила изменить. Хотя что она решила, я не знаю, она ли это решает вообще там у них на верхах. Или это сам Цукерберг сказал, что нужно переделать иконку. Она руководила сменой, так скажем, потому что... Её смену, короче. Вы видите, да, на экранах, дорогие наши зрители, а слушатели... В общем, стандартная иконочка друзей, то есть добавить друзей там. Вот все уведомления, которые касаются друзей, вот здесь в правом углу на Фейсбуке. Там был чувачок спереди. А причём это твоя тема, поэтому я... Там был чувачок спереди, а стала женщина спереди. И на всех, практически на всех, кроме добавить друга, стала женщина. Я сейчас немножко забегу вперёд и просто пролистаю. Это групповой чат, вот эти вот три человека, это групповые чаты. Да, да, да. Теперь в групповых чатах баба центровая. Подожди, мы сейчас ещё не будем, мы ещё пока без хейтерства, так скажем, просто листаем. Как она продумывала, она там всякие обрезала, подрезала, там делала разные силуэты, так скажем, девушек. Разных причесок. Да, разные прически. Изначально, вот, самая первая, которая была, это вот эта вот. Как такая прическа называется, понятия не имею. Ну, это типа каре. Типа каре, но подлиннее. Каре, на самом деле, вот эта каре. То есть она вперёд, и на силуэте каре, это просто, как бы, такая шапочка. А тут шапочка колокольчиком, прическа колокольчиком, так скажем. Я так понимаю, она последним, да, остановилась? То есть, как бы, она просто рисовала их. Вот здесь последний, это который пошёл. Да, да, который в продакшн. Угу. А теперь он, у него андеркат, да. Ну вот, короче говоря, то есть она понимает, что она делает, во-первых. И вот у тех, у кого андеркат, у них вот тёлка главная. Ну так просто. Я так понимаю. Не ищите аналоги, конечно, вполне возможно, что гипотетически. 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 Вот так. Всё, вот это финальные иконки. Ну хотя бы там, где добавить друга, там остался... Мужик. Мужик. Но тоже с андеркатом, поэтому насчёт мужика я бы тут как-то... Потому что, мне кажется, если было бы добавить девушку, это было бы, знаешь, намёк на то, что типа встречаться, дейтинг. Да, и это уже тоже было бы неравенство полов. Да. Что это? Ну да, согласен. Да. Вот так вот. Так подожди, ты видишь, что вот чуваки писали, что для неамериканской половины пользователей их типа бесит вот эта иконка. И вот у китайцев у них будет азиатская иконка. Это как... Ты имеешь в виду, как кто там австралийцы думают? У них карта наоборот. У них Австралия — это главная хрень. Да, да. Я не видел, но я понимаю, да, шутку, это смешно. То есть, а у африканцев, у них будет их, и у европейцев ещё. А африканцы, у них же нет телефонов. Я сейчас скажу, нельзя, но... Ну, может быть, и есть, но Фейсбука там точно нет. Да, да, да. Но на всякий случай им вот как раньше одежду на вырост брали. Вот им на вырост эту иконку сделали, и вот Нигеля Лысова тоже. Это вот туда, к ним. Если вдруг олимпийский чемпион из Кении вдруг ему подарят телефон, всем бюджетом страны скинутся, то вот он увидит это. Подожди, а вот тут есть тут Крым, где у кого... Как показывается, просто интересно. Я не знаю, Крым, возможно, вот американский. Нет, люди с Украины, они на самом деле вот это показывают. Хорошо. Так, ты проскроль дальше, я тут покатился поправлю. Да, в общем, немножко совсем редизайна, совсем чуть-чуть. И она просит, а вообще какие ещё можно иконки рефрешнуть? Что ещё? Что ещё можно нового внести? Наверняка и накидают, куда нужно ещё чего впихнуть, чтобы было всё хорошо для всех. Чтобы всех устраивали иконки. Главное, чтобы они не впихуемые, не пробовали впихнуть. Но мы с тобой вот посмотрели, и на Facebook.com, на WebMordi, так называемый, не люблю это название, но почему-то хотел это поправить. Там ещё нету этого, а на телефоне на приложении уже появилось, да. Что тут ещё? Да и всё. Да и всё. IDS. Просто, да, героев надо знать в лицо, я ещё раз увеличу. А какие ещё она статьи писала, просто чтобы мы понимали, о чём? I mean the rise and fall of a Berlin startup. Берлинский стартап, приложение, которое называется Amin. То есть мы... Над которым она работала за два года до того, как вступила в Facebook. А в Facebook вступают именно. То есть она, возможно, немка? Да, возможно. Ничего нам не говорить. Только то, что она европейская. Да, да. Окей. Следующая тема, мы её обещали ещё в прошлый раз. Называется она «Программирование классами в веб-приложениях». Подожди, я сейчас уже, можно подушечку подкладывать и как бы устраиваться поудобнее? Только D-Roll подушечку можно себе подкладывать. Или Orbit. Или пластинки. Да. На самом деле, почему нельзя подушечку? Это потому, что, несмотря на то, что так называется тема, на самом деле, это тема просто о том, как оформлять всякое в JavaScript. Как не быдлить в JavaScript писать прототипы и объекты. Но это не тема про там ECMAScript 6 классы и так далее, которые сейчас там все любят. Все выключили сейчас. И ждут. Да, сейчас всё перематывать начали. Нам вот в чатике, ну мы в конце ещё расскажем про обновления всякие наши. Но тут уже шутят про то, что перематывают некоторые части подкаста. Подожди. Программирование классами это типа ООП? Да, но грубо говоря, здесь типа как реализовать ООП на JavaScript. То, что всегда можно было делать, это не про ECMAScript, это про просто обычные, так скажем, штуки. Забегая вперёд, скажу, что через неделю мы обсудим про классы ECMAScript 6. Здесь же на фронт-энде есть статья. Вот про неё поговорим в следующий раз. Так вот, здесь просто нам говорят чувак. Кстати, его в комментариях очень сильно осадили, что он немного не о том написал статью. И не так её заглавил, да. Ну вот здесь эпиграф. Если ты смотришь на код в течение пяти минут и не можешь понять, что он делает, то это плохой код. Олег Лукавенко, один из моих работодателей. Вау, почти пять минут на код смотреть. Да. Вот. И здесь чуваки пишут, что вот есть у вас банальная задача, и как типа её напишут разные программисты. Так, сейчас я вот найду задачу. Вот так. Плохо когда-то тут-то. Ну, я, собственно, я даже и прочитаю. Давай. Разрабатывая клиентское веб-приложение, необходимо за... Кто-то мне говорил, я не помню, ты или кто-то другой, что я когда вот так читаю, я так быстро читаю, как люди на Урале привыкли, что никто не понимает, возможно. Ну да. Не, ну ты можешь просто с интонацией прочитать. Необходимо заранее подумать о том, каким образом члены одной команды разработчиков будут взаимодействовать с проектом, и что более важно, необходимо заранее предвидеть, как будет выглядеть код приложения через несколько лет. Так, я сейчас включу, сколько минут мы записываем, чтобы не сбиться. Отчеты несколько лет. Плохо, когда архитектура приложения хранится в голове одного человека, но это очевидно. Люди непостоянные, порой даже непредсказуемы. Хорошо, когда архитектура приложения понятна с первого взгляда и задокументирована. На сегодняшний день в вопросах архитектуры веб-приложения на клиенте хорошо закомендовался Backbone. Вон, внезапно. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Разработчики Backbone обратили внимание мирового сообщества на то, что всегда было в JavaScript, а именно на возможность программирования классами. Вот здесь у всех бомбит пукан, возможности там такой не было, тут прототипирование, и вообще здесь там фу-фу-фу. Но всегда были JavaScript-объекты, в которые можно было включать методы и вызывать их из этих методов, потом прототипировать от этих объектов другие. И технически это типа классы, но не те, которые любят любители строго типизированных языков. Ну так вот. Где же здесь задача-то, блин? Которая выполняет вычислить скидку, она жирная, выделена, я не видел. Вычислить скидку для товара, вывести цену на HTML-страницу. Что напишет Junior? Он типа, скидка 10%, он это запишет в переменные, запросит массив типа всех цен, подпишет типа и так далее. Ага, даже не подпишет, он будет каждую перебирать, да, я просто... И отнимет от суммы потом? Ну, грубо говоря, 10% вычтет и сразу же допишет, перепишет, короче говоря, цену. Здесь есть ссылочки на CodePlan каждого примера, ну и тут сразу, вот видишь, да, мы с тобой не сразу могли понять вообще, что код делает. Вот тут написано, с одной стороны, задача выполнена, тут мы имеем массу явных минусов, которые затянут проект в черную дыру, немного немало. Даже отсюда прям. Данные берутся прямо из HTML-страницы, нет модели данных, строковая математика, код тяжелый для зрительного восприятия. Ну вот пятый пункт, мне кажется, наиболее таким беспонтовым, чтобы понять назначение, точнее не беспонтовое, а самое важное. Чтобы понять назначение отдельной части кода, надо прочитать весь код целиком. То есть из-за того, что ничего на методы не разделено, просто тут одна огромная функция, и чтобы понять, откуда вообще здесь вот тут вот там чё-то, надо перед этим посмотреть, что с этим перед этим делалось. Вот так вот я заговариваюсь уже. И из-за этого код нерасширяемый, высокая зависимость от HTML-шаблона. То есть если вдруг у вас будет не products, li, то нихрена уже не сработает. А если у вас дискаунт другой будет? Ну дискаунт другой, не важно, ты это как параметр можешь передать, и, ну да, очевидно. То есть тут бесконечное количество... Предирек. Да, собственно, вот это... Усложним задачу Джуниору. Допустим, нам понадобились разные цены для конкретных типов товаров, мы просим его доработать функционал. Ну, внезапно на лбу Джуниора выступает капельки пота, по спине пробегают мурашки, он суетлее начинает искать выход из ситуации. Он добавляет в объект скидок, разные типы скидок, как ты говоришь. Прописывает, что ловит дата-атрибут у типа, допустим, типа у нас есть data type, вот у этого, вот у products.li. Ну, то есть, ну ты понял, дата-атрибута записана в HTML. Все, если чип, то так-то считается, если expensive так-то считается. Грубо говоря, да, по проверке это проверят, но все точно так же это запрашивают прямо здесь. Код стал более запутанным, еще более сложным для восприятия. Уже на этом этапе можно сказать, что через два месяца активной жизни веб-привожении с кодом будет невозможно работать, а главное, неприятно. Руки прям будет хотеться помыть. Ведь работа должна доставлять удовольствие. Так и представьте, если строк такого кода будет 10 тысяч. К тому же, как пойдет себе скрипт, если мы изменим шаблон? Он перестанет работать, нам придется рефакторить весь код. Так, ну-ка, давай middle. Ну, кто такие интересные middle-developеры? Ну, просто чуваки, которые еще не могут управлять другими, но уже ни хрена с горы. Так. Так вот, middle-developер написал объект, в котором сделал вложенный объект, типа config, грубо говоря. И написал несколько методов, типа get discounted price, discounted. Ну, пусть так будет. Ну, видно, что ошибся, потому что... Нет, не ошибся, потому что здесь есть discounted. А, здесь discounted by type, а здесь discounted. Ну да, ошибся, действительно, смешно. Но он просто на полном серьезе... Но он middle, он еще не... Возможно. Английский он еще не подтянул, да. Set price, то есть установить цену. Сначала просто получить скидку, в эту скидку передать тип по... Ну, грубо говоря, запросив цену, узнав, какой тип скидки, подсчитать скидку. И потом, грубо говоря, каждый метод вызывает предыдущий здесь. И после этого записывается в HTML. И есть... Самое главное, есть метод init, то есть initialize, который просто ты один раз вызываешь, и он вот это все выполняет. То есть, ну, может и не все, если есть некоторые методы, к которым отдельно будет доступ, то вот, грубо говоря. Если бы, например, мы пользовались языком с эстетической типизацией, то это были бы внутренние методы, private, которые мог бы вызывать только конструктор, но init здесь не совсем конструктор, но неважно. Короче, грубо говоря, это что-то близкое к классам, то есть заголовок не сильно притянут за уши, но и тем не менее, да. И здесь уже непосредственно в init запрашивается из продуктов это все, но методами уже, короче, вычислили мы все цены, price type, и здесь их просто записали с помощью метода set price. Ну, суть не сильно, на самом деле, изменилась. Тоже нехрена непонятно, опять же. Уже намного лучше. Middle Developer создал объект Product Discount, каждый метод которого имеет свое уникальное имя. То есть, уникальное имя это важно для таких дел, но, во-первых, потому что, чтобы не переопределить, а, во-вторых, для понятности, чтобы мы видели, какой метод что делает и где они вызываются. Также он сделал функцию инициализатор про объекта. Что изменилось по сравнению с вариантом Junior? Код стал проще для восприятия. Разделение кода на блоки. Наименование методов говорят сами за себя. Теперь не нужно читать весь код, чтобы понять и изменить отдельную его часть. Код можно расширять и новыми методами, и свойствами. Данный вариант значительно лучше. Хороший код всегда считается, как открытая книга. Чем больше код похож на человеческую речь, тем лучше. Бла-бла-бла, это отличает языки высокого уровня от низкоуровневых языков. Но у нас по-прежнему нет модели данных. Мы перевериваем данные с веб-страницы и используем строковую математику. Что же нам ответит на это Senior Developer? Он будет программировать классами, разделив при этом данные от представления. Вы, конечно же, знаете о таких конструкциях, как New Object, New String и так далее. Но, к великому сожалению, не все знают, что могут создать самостоятельно подобные функции конструкторы и работать с их экземплярами. Ну, там New Config. Да уж. Когда мы создаем, например, New Object, то получаем на выражение не только сам объект, но и все его свойства и методы. Можем создать десятки тысяч экземпляров, методы и свойства всегда будут одинаковые. Ну, это и так очевидно. То есть, это объект, это экземпляр класса, который получает это все. Если добавить новый метод в модель, далее называть буду это модель. Здесь, кстати, все избылили, что модель это обычно не это. Что если MVC смотреть, то модель это немного про другое. Ну, тут чувака так, в принципе, обложили. Обложили, да. Ну, так вот, как сеньор девелопер решит поставленную задачу. Новый класс Product, он создаст, причем функция. Такой небольшой, понятный, лаконичный, открывает перед нами большие горизонты. Теперь мы можем создавать экземпляры до тех пор, пока не закончится оперативная память. Все они будут содержать методы get-discounted-price и write-discounted-price-to. Write-discounted-price-to метод здесь не описан. И так и не будет нигде описан особо. Я не знаю, зачем он про него сказал. Такой подход не только исключает вероятность повторения кода, но обладает рядом других преимуществ, о которых расскажу далее. То есть здесь он из-за того, что можно вызывать несколько раз и плодить, он типа видит в этом преимущество. Ну, да, очевидно, можно масштабировать. Это же, собственно, просто, если ты, типа, ООП умеешь писать, как вот правильно, типа, ориентированный, то ты всегда будешь писать себе классное. Да, в том-то и дело. Ты это всегда мог делать в JavaScript, но я вот даже когда в магистратуре учился по программированию игр и так далее, и мы там делали разные алгоритмы, там, змейка, хренейка, как там точки друг за другом бегают, короче говоря, на движках. Я писал на JavaScript, я писал именно так. То есть я делал, там, класс, там, игрок, который, его наследует пара других классов, которые, там, ну, там, друг-враг, типа такого. Так нет, а если вспомнить, что нас заставляли делать даже на всяких Delphi и C++, вот когда мы просто проходили, там мы заставляли делать всякие классы и так далее. Да, да, поэтому, на самом деле, чувак сильно Америку-то не открыл. Ну нет, вот на самом деле, мне вот сейчас кажется, что второй вариант middle developer самый непонятный. Первый понятный, потому что он забыдленный, и третий понятный, потому что он чёткий достаточно, а вот второй там просто, ну, космос. Ну, нет, ну они там, просто ты сейчас, ты третий, да смотри до конца. Тут тоже есть немного космос, потому что вот так он создаёт, типа, новые экземпляры. Да, да, да. New product. И, да, он это описал как функцию с конфигом. Конфиг, который он передаёт как параметр. Как параметр, здесь он вот передаёт title такой-то, price такой-то, discount такой-то, type expensive. То есть, грубо говоря, он накидывает эти продукты, он их создаёт, товары, продукты, это же не то. Как видно из примера, сеньор создал три продукта, чёрт, ну, product это товар переводится. Через конструкцию new product. Имеете в виду, что сеньор не объявлял метод get discounted price для экземпляров. Но это как бы то, что он вот тут его нигде не представляет. Но это и так очевидно, потому что если он создаёт new product, то в нём уже есть этот метод. Но он это объясняет. Возможно, уровень JavaScript разработчиков так пал сейчас в комьюнити, что им нужно объяснять простые принципы OOP и ещё и как бы как невидаль. Для экземпляров. Но, тем не менее, наши экземпляры содержат его. Теперь first product, second product, third product также содержат метод get discounted price. Теперь расширим нашу модель. Но не модель, а класс, грубо говоря. Здесь он добавил тимплейт, типа тот, так скажем, шаблон в HTML, который нужно возвращать будет. То есть его можно теперь менять. Из-за того, что мы его так вот прописали как тимплейт, вот он, видишь, пометил, что это new. Его можно теперь менять и очень быстро, и код можно будет, типа, расширять. Что не productsly, а здесь просто такой шаблон базовый, в который мы тайтл вписываем, и он типа реплейсит вот этот тайтл, get title, который он из конфига просто берёт, вот он, здесь вот этот метод. Подставляет, да? Да, цену заменяет с помощью метода get discounted price на ту цену, которая была, на процент скидки, вычитает из неё процент скидки, и, грубо говоря, из вот этого всего конфига, который мы пишем, он данные, ну, вычисляя некоторые из них, переносит вот в такую вот модель. Сейчас он пока её ещё... Модель, чёрт, я случайно его синтекс... Вот в этот шаблон, ну, тимплейт, хочется сказать. Да, он типа, целесообразно использовать клиентский шаблонизатор, чтобы написать бесконечный реплейс, там, ну, понятное дело, что в MWC в U подгружается отдельно, и там уже тоже это всё прописано. Процесс бесконечный. Можем расширять класс product сколько угодно. Также можем, например, создать новый класс product collection, который будем наполнять экземплярами product через метод ADD. Product collection, здесь можно какой-то конфиг тоже добавить. Storage — это сам массив, в котором это всё будет пушиться по очереди, если мы метод ADD будем делать. Короче говоря, чувак написал статью о том, как... Правильно программировать OOP. Да, как правильно программировать OOP. Написал, что на самом деле в JavaScript, ну, грубо говоря, наследуется всё с помощью прототипов, и что прототип product ведёт к прототипу object, и на самом деле всё ведёт к прототипу object, насколько я помню. Я сейчас, возможно, на BD. Ну, так вот. Хотя нет, не всё. String, например, не ведёт. И он здесь пишет о том, что можно расширять нативный string прототип, то есть добавить новый строковый метод какой-нибудь. Например, вот в данном случае clearing, который убирает пробел. Этого нету метода дефолтного, его можно типа добавлять. И здесь же в комментариях все бедлят, что расширять нативный прототип — это полное говно. Что вот сделай ты свой новый класс, там типа, ну там, название твоего приложения — string, его расширяй, чтобы у тебя ничего не порушилось. Но вот, тем не менее, ну да, вот здесь написано, что типа он пишет сам, что если вдруг этого метода нет, то можно там выкинуть exception, всё такое. Да, мы поступили очень плохо, нет никакого оправдания. Пожалуйста, не нажимайте эту ссылку. Ссылка о том, что он прототайп сплит. Короче говоря, метод сплит, который был у строки, присваивает ему undefined, убирает его, грубо говоря. И теперь нет у нас метода. То есть он рассказывает о том, что с этим лучше типа не играться, но всё равно советует, как это делать. Короче говоря, да. Да, грязные хаки. Да, грязные хаки. Евгений Вьюшин зовут чувака. Здесь очень много комментариев по поводу того, что типа фу-фу-фу или не фу-фу-фу. И последний из них спасибо поучительно. Ну то есть у кого-то реально бомбануло, кто JavaScript задроты? Или? Наш любимый. Короче говоря, да. У тех, кто умеет программировать, статья вызвала недоумение, у всех остальных поучительно. Но мне понравился просто сам факт того, что чувак... Да нет, чувак доступно объяснил. Вот просто если ты с нуля начинаешь, ты прочитал, и ты уже понимаешь, в каком двигаться направлении, так скажем. Это вот как у нас в чате, про который мы позже расскажем. Все просто хотят, как добиться уверенности хотят. Да, практически. Вот это им статья поможет очень сильно. Вот я ее в нашем чате и скидал уже один раз. Все круто. Давай, следующую громкую статью. Так я Safari украл у нас случайно на второй монитор. Так, а следующая громкая статья про цены в App Store. Мы так с JavaScript'а прям к Apple'у подошли. А статья, на самом деле, достаточно короткая, но она не менее, так скажем, громкая. Наконец-то Apple снизил в App Store цены на приложения, да? И на музыку нет, я так понимаю? Нет, нет, пока нет. Только на приложения. Ну вот, и теперь приложения смогли понизиться до 15 рублей, то есть вот как и было. Минимально. Было 30. Разве, да? Я уверен, что было 29 рублей. То есть не было ничего. 15 еще никогда не было. То есть стали вообще дешевые. Можно Angry Birds купить за 15 рублей, вот как мы видели. Да, да, но там, конечно, встроенные покупки везде, но тем не менее, да. Чего ты думаешь, почему? Я думаю, во-первых, потому что это только в России снизили, потому что ничего не берут, потому что нищеброды. Да, потому что просто поток бабла очень сильно снизился из России, я так понимаю. Потому что они знают, что девайсы-то у нас есть. У них вот на вот этой карте мира, где всеми точками мы светимся, у них видно, что в России до хрена светится. Но брать что-то перестали. Они решили, ну мы снизим, короче говоря. А мне интересно, вот у них точками светятся чуваки, которые из-за этого взяли и взломали себе все, и накатили себе какие-нибудь эти, я не знаю, там сейчас можно же, CD еще существует. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, jailbreak сейчас делают или нет. Ну вот, короче, вдруг они еще такие думают, ой, ё-моё, так там еще и все уже это там, проросло все CD. Да, лучше мы с них хоть чуть-чуть денег возьмем, чем вообще никаких. Может быть. Но я сейчас вообще не знаю, делают ли jailbreak. Ну, вроде как, что-то там у Вилсакома было когда-то последний раз, но давно. Он же тоже постоянно выпускает. Как только выйдет прошивка, он, и он там какой-нибудь видос там, как взломал. Хотя я не помню. Я вот тоже не помню. Я или перестал на это обращать, но раньше несоизмеримо больше было информации. Согласен. Я помню, что начиная с какой-то там пятой прошивки, уже это было настолько геморно, что проще было этого не делать. Причем я точно помню, что в основном-то это надо было для того, чтобы, ну, многим людям, чтобы анлокнуть телефон. Если ты из Америки привез, с четвертой или с пятой iOS-инькой, тебе, чтобы анлокнуть модем, надо было поставить CD, и из нее поставить Winter Snow или что-то какое-то... Да-да-да-да-да. И drill break, ну чего. Ну да, да. Короче говоря, это все делали тоже не столько для того, чтобы пиратить игры, сколько для того, чтобы пользоваться серыми телефонами. По малой нужде. Практически, да. Ну давай, коротенькая была. Сейчас снова длинненькая? Или тоже коротенькая? Она длинненькая, но я ее укорочу, потому что я уже что-то даже аж подустал. Притомился. Да. Короче говоря, на дизайн-моду статья о том, какие UX-дизайнеры должны документы у себя иметь, когда работают непосредственно с разработкой какого-нибудь UX для очередного проекта. Ты подожди, документы, ты имеешь в виду паспорт там? Да. Свидетель ставишь деньги? Типа таких, да-да-да. Только, ну как бы виртуальные, но да. Окей. Здесь вот мне понравилась эта картиночка, типа uncertainty, неопределенность, паттерны, воображение. На моменте ресерча, когда ты еще не знаешь, что ты хочешь, ты там несколько мудбордов делаешь. Ты в поиске. Ты в поиске делаешь, это вот так вот все выглядит, потом уже к концепту все выравнивается, и когда дизайн, у тебя уже clarity по Z. Вау. Успокойствие, фокус, концентрация. Классная штука, прям наглядно иллюстрирует процесс разработки дизайна какого-то проекта. Представляешь вот иконки вот этих друзей в фейсбуке? Ты представляешь вот, когда вот тут клубок отбыл, вот чего они там рисовали? Ой, там вообще... Там животных, возможно, подрисовывали. Там всяких, да. Силуэты там. А вот потом сейчас вот тёлка спереди. Abomination. Я хотел вспомнить, что сначала рисовали. Смотри, какая Google реклама здесь хитрая. Да, да, да. Типа ссылочки. Прям вообще очень. Прям тем более ещё даже по той же теме. Я прям не могу. Короче говоря, первое, они нам советуют сделать несколько персон. Это что значит? Воображаемых друзей. Каждого наделить таким характером. Грубо говоря, продумать, какие будут пользователи пользоваться тем продуктом, который ты разбираешь. И сделать крайности некоторые. То есть вот это там джек. У него там нервическая натура. Он будет заходить там в приложение раз в день там и так далее. И ты им делаешь вот такие вот карточки. Прям реально. Там характеристики у них такие. Такая-то у него история, цели, раздражение и так далее. И вешаешь их перед собой. И грубо говоря... Отыгрываешь. Отыгрываешь несколько человек. Тебе так проще вообще ресёрч какой-то проводить. Так. По конкретным фичам. Вот это первое. То есть здесь уже много статей по поводу... Это, чтобы ты понимал, пишет чувак с UX-пин. Чьи книги мы очень часто раньше выкладывали, а потом перестали, потому что они... Потому что задолбал. Потому что они каждую неделю по книге выпускают, там, по 30-40 страниц. И мне тихое подозрение, что никто их не читал, потому что вот юзабилити это настолько расплывчатая тема, что вот нет у нас сильного спроса в России на хорошие юзабилити. Да, вообще, мне кажется, очень мало где есть. Это только для самых высших. Это высший пилотаж еще. Да, это ВК, Mail.ru. Вот такие люди на это тратятся. Больше никто. Поэтому перестали эти книги выкладывать в паблик. Ну, короче говоря, вот. Что, типа, должна быть фотография, профайл, типа, там, азиат, возраст, имя и так далее. Личность. Типа, какие у них качества, платформы, на каких, где они сидят. Цели. Да, да, да. Да, цели, мотивации, влияние, что ему нравится, что не нравится, девизы, цитаты, вот, типа. Ну, короче говоря, грубо говоря, профиль ВКонтакте нужно для нескольких людей составить, чтобы понятно было. Прям найти мокап профиля ВКонтакте с раскрытой вот этой информацией уже. Да, да, да. Что вас вдохновляет. Да, да, да. Религиозные взгляды, мировоззрение, вот это все. Вот, это, и создать нескольких таких человек, и типа вот здесь, когда вы создали этих персон уже, вам, типа, это такое ощущение, что у вас есть несколько человек прямо в комнате. Вы в команде уже. Вы, да, практически. Карта Empathy. Как же это переводится? Это, типа, я забыл. Ну все, Empathy. Ну, да, но это... Я быстро очень загуглю, мне стыдно очень, но... Да, ладно, все же наши маник малограмотные. Типа отношения, только не отношения. Как к тебе относятся? Сочувствия. Сочувствия, переживания. Юма, как к тебе относятся? Но вообще, the ability to understand and share the feelings of another. То, как ты понимаешь чувака. Да, чувствуешь. Вот карта пониманий. Угу. Вот такая вот. Ты составляешь про вот этих чуваков, которые... Не обязательно про этих. Уже и ты просто, если у тебя есть комната из ста человек, которых ты можешь протестировать, то ты их можешь взять. И у них у всех ты спрашиваешь вообще по поводу того, как им там твое приложение. Грубо говоря, ты несколько вопросов им задаешь одинаковых. Они тебе на бумажках это пишут, всё. И ты эти ответы разбиваешь на четыре всяких... На четыре вот этих сектора. Угу. То, что непосредственно они прям тебе говорят, я не знаю, вот как это всё... Как это прочувствовать, но грубо говоря, кто говорит тебе по существу, кто говорит тебе мысли, что он не уверен, кто говорит, что он так чувствует, и кто говорит, что прямо его там делать это всё заставляет, там, то да сё. И вот в конце есть типа вывод. Такой-то чувак, ему нужен способ сделать то-то, потому что то-то. То есть с помощью вашего приложения чувак хочет там быстро найти ближайшие скидки, потому что у него мало времени, он там поздно работает и так далее. Ему нужно приложение, агрегатор магазинов, только чтобы посмотреть скидки. А там Мэри нужен способ просто узнать, какие у неё все есть магазины, потому что она ни хрена не работает, у неё до хрена свободного времени. То есть ты вот эти крайности разбираешь, отбираешь самые нужные для тебя, конкретно для твоей аудитории, и после этого понимаешь, куда тебе нужно двигаться в дизайне своего приложения. То есть это мы вот плавно переходим в третий пункт, сценарий для каждого из этих пользователей. Вот у него есть личность. Вот он, исходя из того, какая у него личность, какие они отвечали реально практические примеры, ты понимаешь, как он будет пользоваться твоим приложением. То есть там или в перерыве на обед на работе, или он в отпуске, он дома весь день из него не вылазит. И как он будет идти к цели именно... И эти цели от сценария, от разных сценариев будут разные цели. Или точнее наоборот, от разных целей будут разные сценарии. Вот такая наркомания, короче говоря. Но по поведению, мотивации, по тому, как ты узнаешь, ты можешь понимать, какую кнопку тебе куда подвинуть, какую кнопку тебе подкрасить и так далее. То есть если ты знаешь, что там нервические натуры у тебя будут пользоваться, если ты делаешь оранжевую кнопку, потому что оранжевый — это цвет спешки и так далее. Во всех фастфудах всё оранжевое, чтобы ты не засиживался, уступил место следующему — пожрать. Вот ты им делаешь оранжевую кнопку, там то-то-то, и он подсознательно на неё жмёт всё. Поэтому кнопка скидки, она оранжевая или красная, она привлекает внимание тех самых чуваков. А у Мэри, у которой до хрена времени, её интересует просто список всех магазинов вокруг, там синим или зелёным это всё сделано спокойно. Она сидит, узнаёт там. Мэри тоже может быть двух типов. Может быть, знаешь, Мэри такая села, взяла очёчки, надела на минус. И на бумажечку прям будет выписывать. Тогда там синяя. А бывает такая просто, она сидит вся в розовеньком, накрашенная, она в Инстаграм ещё одновременно смотрит, и у неё зелёненькая спокойная, её ещё успокаивает там количество этих магазинов. Окей. Вот это. Customer Journey Map — это уже вообще космос. Здесь полностью процесс пользователя описывается, как он чем пользовался, какая у него была цель, чего он ожидал от его приложения, как он дошёл до этой цели. От нуля до пяти он оценивает, как ему это понравилось, пишет, что было хорошее, что было плохое. Заметь, хорошего как-то они не очень много ждут. Но, грубо говоря, это финальные этапы же, когда у тебя более или менее что-то готово, можно заполнять вот такие штуки для каждого человека. И здесь в конце поле, что бы нам можно добавить, что бы нам можно исправить и так далее. То есть никогда нельзя юзабилити спроектировать без, хотя бы без вот тех воображаемых людей. Просто сидя на диване, ты один не можешь придумать, как тебе сделать хорошее приложение, потому что ты один, и ты вообще программист. То есть это отдельная категория людей, которые там, ну не программист, дизайнер, неважно. Ты не можешь свой продукт адекватно оценивать. В общем, вывод такой. Если вы дизайнер в компании, то узнаете, существуют ли у них такие документы. Если не существует, внедряйте типа это все дерьмо и заходите к ним на сайт, на UXPIN, смотрите, как это все делать. Вот так вот. На этом закончим. Это круто. Я бы вот такой, знаешь, разбор вот этого всего, я бы посмотрел, как думали чуваки. Знаешь, вот то, чем мы пользуемся каждый день до хрена, вот типа ВКонтакте, да, и сравнил бы с какими-нибудь одноклассниками, и почему там реально тетеньки им нравятся. Ну да. И почему типа ВКонтакте? У меня, кстати, батя, он начался ВКонтакте, и ему одноклассники противны, хотя ему 60 лет. Да? А почему противны? Он просто все неудобно, ничего не могу, все нажимается, само удаляется, не могу ничего редактировать, все маленькое, все тупое. Ну, я тебе, к сожалению, так скажу, у меня мама и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в одноклассниках, и что-то ей ничего не противно, она везде разную информацию получает. Ну да, не, понятно, что ты можешь хоть как адаптироваться, грубо говоря, но у тебя бывают некие преграды перед тобой стоят. Мы это обсуждали, опять же, в чатике в нашем, про который мы скажем потом, что вот на ВК много всяких модальных окон, и типа откровенных старичков, которые к ним не привыкли, они отпугивают, и поэтому их в UX одноклассников значительно меньше. Особенно те вещи, где надо занести бабки, их вот там модальными окнами не делаешь, чтобы не смутить, не спугнуть и так далее. Ну и мы, да, обсуждали, что недавно же отчитывались, Mail.ru групп или кто там. Ну, короче говоря, одноклассники в два раза прибыльнее, чем ВК, или даже там в три. Ну да, да, я верю. То есть вот... Там, собственно, платящая аудитория сидит. Ну, это очевидно, и под платящую аудиторию нужно все прям вот им сделать, чтобы они платили. Они не сразу по умолчанию платят. Ну, понятно, конечно. Поэтому следующая тема. Следующая тема, кстати, там статья тоже достаточно длинненькая, но мы... Но на самом деле мысль-то одна, мысль коротенькая. Она вот жирная здесь мысль, на самом деле, выделена. Она жирная, выделена, но мы еще раз скажем. Мы, кстати говоря, устали повторять, набил оскомину, как говорится, повторять, что Google Plus страницы все-таки рулят. То есть, грубо говоря, как бы вы не быдлили на Google Plus, просто что там никого нет и так далее. Сам Google-то любит свое детище, так скажем. Хотя он сейчас закрывает все сервисы, как мы про это уже, опять же, говорили. Но Google Plus они пока не закрывают. Я сомневаюсь, что будут закрывать, потому что все-таки они с ним как-то работают. Мне кажется, он немного прогрессирует. Этот мой бизнес, который запустили полгода назад или год, откровенно он новый, и он упрощает работу с продвижением локальных каких-то компаний. Ну да. Ну и все вот эти сниппеты, все-все что... Короче говоря, знаете, что Google Plus нужна страница обязательно, если вы хотите продвигать свой продукт, какой бы он ни был, ни был там беспонтовый или понтовый. Ну вот. И тут просто написана небольшая часть, разобрана, что нужно вот эту главную... Вот я показываю. Да, главный имидж, так скажем. Для наших слушателей iTunes-овских кавер имидж на Google Plus это то, что справа от аватарки вот этот вот прямоугольник. Да. И тут просто объясняю, что вообще нужно на него сильно обратить внимание. Во-первых, потому что это самое, что бросается в глаза при перелистывании страниц. И будь то, какой бы у вас аккаунт ни был, то есть это портфолио, или это какая-то бренд-пейдж, или social network. Короче говоря, вы подстраиваетесь под то, какой у вас продукт, какая у вас аудитория, и ставите, соответственно, картиночку. Может быть, какую-то красочную, может быть, наоборот, успокаивающую, какую-то такую сконцентрирующую людей. Тут написаны размеры какие. Я помню, на самом деле, очень круто, когда мы еще изначально e-web-дизайн делали, 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 в самом начале, у нас были вот с этими размерами всякие приколы, и мы делали даже не то, что картиночку под Google+, еще больше под телеки делали, которая, она встала сразу... Она на YouTube у нас встала. Да, да. Она сразу встала и на YouTube, по-моему, и на Google+, или мы подгоняли? Нет, нет, на телек мы делали только для YouTube, потому что только там есть эта необходимость, и она реально там работает. Там кто-то со Smart TV у нас смотрел в Twitter, написал, что она работает. Ну, там, у кого там 4000 на 5000. Да, да, возможно. И было, было. Да, ну вот тут просто говорят, как подгонять картиночку на Google+, чтобы было все четко. Там минимальные, минимальные размеры. Ну, лучше максимальные. Лучше максимальные, чтобы красивенько все было, чтобы на рейтингах все от души было. Ну, подумайте, типа, о изображении, чтобы у вас вот такая яркая девочка была, которая завлекает всех. Да, хотя там Роберто Блейк. Хотя Роберто Блейк, да, кстати. Тут вот еще надо сказать, что рядом с... Там, где сама аватарочка, там заблюренное место такое у вас получается. Из вашей же картиночки. Да, кстати, какое место, не ясно. Наверное, центр просто. Как-то да. Ну, вот лицо, то есть, возможно, да, центр. Да, да, возможно, центр, да. Вот. Ну, собственно... Нет, тут чуваки, видишь, предлагают написать иногда что-нибудь. Написать. Майо. Он Майо, и написать Майо. Ну, и вот я тебе скажу, вот, например, какое-нибудь радио или... Ну, давай возьмем радио. Оно напишет название радио, и всякие контакты, там, телефон, скайп, прям шрифтом вот здесь вот напишет, там, в правом нижнем углу. ФМ, столько-то ФМ. Да, да. Во-первых, ну, столько-то ФМ это только для Москвы будет справедливо. Ты же понимаешь, что там варьирует. Ну, неважно, они могут это сделать только для Москвы. Столько-то ФМ, телефон прямого эфира, там, скайп, там, то-да-се. Ну, какие-то контакты, или там наши страницы в соцсетях, там, логотип ВК и название паблика, там, и так далее. То есть вот это все пространство, как, помнишь, раньше в твиттер-фонах было? Да, да, да. Заходишь, там у тебя по центру колбаса, причем докторская, а с боков вы... А сейчас нету, да, я забыл, нет уже этого здорового. Сейчас вот сверху у них теперь тоже хедер-имидж. Можно сделать тоже вот этот бэкграунд по бокам, но полностью он будет виден, только если ты отдельно один твит откроешь, там будет по-прежнему в центре колбаса, по бокам открыто. А на профиле, там слева всегда будет там посоветуйте еще вот это, справа тоже вам понравится вот это, но, короче говоря, там уже не будет это практически видно. Ну вот, но еще здесь очень классическая мысль, что be bold. Don't be afraid to be different. То есть ты можешь себе поставить, чтобы у тебя create beautiful website go было. Вот так вот. Ну вот, короче, в общем, не очкуйте, экспериментируйте. И самое главное, что у вас вот тут кругленькая должна быть, не забывайте, аватарочка. Это profile picture, и про нее в этой статье ни слова. Нет, да, но я просто вам так. Вот. Ну, собственно, короче, это достаточно просто, казалось бы, с одной стороны, но если к вам заходит много людей, реально, это реально страница, которую посещает много людей, вам надо подумать, как будет она выглядеть, не просто, чтобы было, а мы же хотели показать. Мы покажем, просто тут тоже есть несколько красивых примеров, я думал, проскрывать. Да, 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 будет красивый пример, вот, допустим, LinkedIn, LinkedIn. Они даже смогли вот прозрачную вот эту хреновину сделать, чтобы у них их квадратик был, они немножечко поиграли со шрифтами. Да, да, пошли против системы. Заметь, у LinkedIn сайт подтвержден, а вот у этих JR Artists нет. А у них даже, смотри, и геопозиция, так скажем, подтверждена. Видимо, они как-то по-другому это сделали, то есть там же можно в бизнесе сделать, что это не только бизнес, можно сделать бренд. А, что бренд, ну. И причем, и мне сейчас пришло в голову, что для UX Design у нас не сделано, что бренды надо будет сделать. У нас, по-моему, там щитик. Нет, у нас только галочка на сайте, стопудово, да. А у нас бренды тоже, come true. И болт, да. Окей. Вот это, кстати, у них какой-то бред. JR. Ну, это какие-то артисты. Ну, понятно. Хипс-хипс-хипс-артист. Тут какие-то полисманы, я так понимаю. А что у них за... Почему здесь нихрена... Я причем даже не понимаю, что это дощатое все. Это они такой мир ведет так, чтобы нет никого людей. Полис. Тут какая-то Виктория Джастис у нее, ну, она сама iCandy, чё к чему. Она, возможно, этот, лоер. Возможно. В кожаной курточке. Кимберли Джонсон, но она чисто там на морях. Воркс, чё-то там Стэнфорд Юниверсити. Ну, тут аниме, нормально. Это нормально, как бы. В общем, Лан Флэд и Дэвид Гитта. Дэвид Гитта. Мне вот нравится. У Дэвида Гитты у него успокаивающе. Во-первых, успокаивающе. Во-вторых, артистам проще всего пиарить свой последний релиз на вот этой штуре. Кстати, да. Да, поставить сюда бложечку последнего. From такое-то число on iTunes там. Да, да. Просто, чтобы ждали люди. Вот радио, кстати. Тут чувак с микрофоном. Мы на таких же микрофонах сейчас сидим, чтобы вы понимали. И так же выглядим. Да, мы тоже в костюмах сейчас сидим. Вот. Вот это очень концептуально. Привлекает внимание. Ты сразу начинаешь задумать, чё это... Ну, вот он иллюстратор. Там написано, что он работает дизайнером. Вот. Так что подходите креативно. Да. Подходите креативно и давайте посмотрим, как мы креативно подходим. Давай. На YouTube Design у нас используйте текст. Видишь, нету щитика. 502 тысячи просмотров у нас уже. У нас даже... Шутка ли? У нас симпл текст практически. Не используйте текст. Да. Потом вот у меня, у меня там моя классическая любимая картиночка, которая у меня на главной. Так, ну-ка. Да, да, да. Но это SunSplash. Спокойствие, спокойствие, как ты говоришь. У тебя 12 тысяч, кстати, шутка ли. И 115 подписчиков. Это ты накручивал, да? Скорее всего. У тебя просто 14 тысяч, понимаешь? А я более знаменитый. Вот. Но у меня почему-то замыленные горы. Но не почему-то, а потому что это дефолтная страница. Нет, что, у тебя реально больше, чем у меня. Как жить-то теперь? И у меня причем ноль друзей, да? И у тебя нету... Друзей. Не показано, сколько подписчиков. Может быть, это только мне показано. А, ну, наверное, да. Хотя... Ну, короче... На его беззвене ты показывал. Ну, ладно. Хотя это потому, что я являюсь администратором. Ну, ты накрутил. Ну, хорошо, я накрутил. Ну, хотя, ладно. Да, я же действительно накручивал. Потому что у кого вы в кругах? Вот у этого нигера. У него тоже обложка нормальная такая, в принципе. Нет, это мой друг реально меня не накручивал. Ничего. Че он как сам-то? Как-то он тоже лоер какой-нибудь, да? Он даже тут себя обрезать умудрился. Не то, что я могу углешок обрезать, а тут он тоже чепчется чуть-чуть. Ладно, хорош. Так, у нас опять длинная тема. Ничего не могу с этим поделать. Давай. Продолжаем рассуждать про Safari. Мы две недели назад, получается, разговаривали про то, что Safari — это новый ИЕ. Чувак написал статью, как чувака зовут. Кстати, чувак тоже жизнь какой-то при Гугловске там. Да, он просто пишет приложение для Андроида. А, точно. Ну, я помню, что-то связано. Да, Нолан Лоусон. Короче, он сильно отмазывается. Типа, вот, я написал статью Safari с Данью ИЕ. На нее дохрена, типа, все ссылались. И, типа, мне придется теперь расшифровать вообще, почему там, что и кого. Стыдно стало. Да, во-первых, его все стыдят, что, типа, желтый заголовок. Linkbait — это на жаргоне журнальщиков, журналистов. Это, типа, желтый заголовок. Типа, фу-фу-фу. Ну, я, типа, он себе пишет, что ты такую желтизну написал? Типа, он говорит, ну, я вот просто... Он пишет, я пришел вот утром после конференции. И все, мне прям хотелось излить. Я там за секунду это написал. Прям вот я негодование излил. То есть он, типа, не специально... Хотя, да, типа, чуть-чуть желтизны было, но а что, если бы я назвал, там, просто, там, чего-нибудь, там, сафари, это никто бы, там, типа, не прочитал и так далее. Ну, вот это первое, что ему говорили. Ну, и он говорит, я вообще не просто, что, типа, ему все начали говорить, что нет, у интернет-эксплорера было хуже, они, там, пять лет ничего не обновляли. Потому что, типа, на некоторых старых андроидах еще хуже, чем на ИЕ, все показывает, там, и так далее. Он говорит, да, да, хорошо, окей. Но я-то сравнивал в том смысле, что, вот, типа, сафари не поддерживает новые стандарты, что, типа, они немножечко секретностью отдают, что они не посещают конференции представителей Apple, там, не отвечают за всю Apple, там, и так далее. За базар. Да, да, да. И, типа, играют роль монополиста на iOS-устройствах, типа, фу-фу-фу. Ну, опять же, это, опять же, по-прежнему безосновательно, поэтому в этот раз не будем сильно много говорить. Про веб-компоненты Shadow DOM он писал, что, типа, никто Apple не интересуется. Его натыкали мордой, что, типа, интересуются. Ему сказали, что вот там есть мейлинг-листы на W3C community, и там Apple-ские чуваки-то все-таки разговаривают, пытаются что-то. Потом здесь начали все оправдываться, что, типа, вот есть у Apple годовалый цикл, да, выпуска новых iOS и Safari. И Apple, типа, концентрируется на том, чтобы разряжалось меньше, чтобы юзеру удобнее было и так далее, что им некогда, типа, развивать технологии. На что он, как ребеночек, начинает говорить, ну, типа, наймите тогда там, че, кого там, все говно. Ему отвечают, что там, ну, много стандартов. Вот в этот раз тоже на DubDub DC 2015 вот этот стандарт scroll snapping появился. Мы про него в паблике один раз статью писали, что, ну, я тебе говорю, вот этот фуллскрин слайды, когда ты жмешь, и он, когда ты скроллишь, он скроллит именно вот такими кусками. Вот Apple сделали это прям в CSS. Да-да-да-да. Вот. Ну, это, типа, ему все не нравится. Это, типа, все хренатень. Надо, чтобы вот делали, че он именно он хочет. То есть он прям по пунктам, да, разобрал, че там это? Ну, тогда он, да-да, по пунктам разобрал, что, типа, вот нету индекс DB, Shadow DOM и так далее. Ну, про половину ему сказали все-таки, что есть. А про индекс DB, что у него еще это идея фиксы. Я не знаю, на каком это языке, но мы понимаем, че это значит, идея фикс. Вот. Что, типа, круто, что вы, конечно, там делаете позишн стики, но то, что вот нету базы данных внутри браузера, где все можно было удобно хранить, это, типа, говно. Что приходится использовать поли филы, которые половина работают в Safari, половина не работают. Ну и ладно, бог с ним. Последняя моя претензия к Apple, это то, что Apple не ходит на конференции. Он хочет видеть. Он хочет их видеть среди людей обычных. Чтобы они оправдывались, там сидели за компанией. Кстати, вот, кстати говоря, зря они. Они бы могли поближе к народу нанять просто ту суперменеджеров, которые бы улыбались бы всем. Ну ты же понимаешь, что ему-то надо не просто, чтобы они пришли, а чтобы они как-то комментировали, что они так медленно отвечали. Что вот он пишет, что вот то все, что они за год сделали, команда Google Chrome делает за 6 месяцев, там, за 3, за 4. То есть, что, типа, они мало как-то работают, по его мнению. Ну понятно. Вот. Он тут опять же пишет, что вот, JavaScript такое популярное, а Apple не все внедряют, там, какого хрена говно плохо. Но мы-то с тобой понимаем, что в Apple настолько все засекречено, что даже если менеджеры придут, они от имени компании ничего не смогут сказать. Они будут говорить, да, мы работаем, да, хорошо, да, нет, да. Да, мы работаем, да. И улыбаться будут, и фотографироваться. То есть, ну, это смешно. И, ну, вот у него выводы, видишь, что он в самом конце говорит, типа, я бы очень хотел, что в следующий раз, когда на конференцию какую-нибудь приду, придет чувак из Apple, возьмет, типа, перчатку, меня вызовет на дуэль. Ну, во-первых, типа, я заслужил, потому что я на них набыдлив. Это круто, потому что хотя бы кто-то из них придет. Вообще он хочет морду бить. Но он хотя бы просто хочет видеть кого-то. Знаешь, мне кажется, что просто Apple вообще не ходит ни на какие. Они устраивают свои конференции. Мне кажется, они просто забили. Ну, в смысле, что это у них такая политика просто. Ну, я согласен, что у них просто такая политика. Это единственный ответ на все его вопросы. Но вот он, ему не нравится, потому что все команды Хрома, Файрфоксов, Оперы, все эти люди ходят. Майкрософтовцы даже ходят. Хотя тоже свои устраивают. Да, кстати. Вот он хочет, чтобы Apple тоже ходили. Ну и пошел. Согласен, это правильно. Следующая тема. Убийца Bootstrap. Material Design Lite. Я не помню, насколько у нас сильно это бомбануло в паблике, потому что мы же выкладывали в паблике, да? Да, мы выкладывали. Было довольно-таки скептически воспринято. Было, на самом деле, штука прикольная. Особенно если учитывать, что это достаточно официальная хрень. Вышла... Как же это назвать-то, я не знаю. Frontend Framework. Да, Frontend Framework, который работает практически так же, как Bootstrap, но только поменьше функционала у него. Но он выглядит как Material Design. Стильный Material Design. Давай вот этот график проанализируем, чтобы я мог проскроллить, потом показать второй график из комментов. Да, график о том, что как запрашивают... Я так понимаю, в Гугле, да? Да, в Гугле. Да, как в Гугле запрашивают Twitter Bootstrap вообще, и как Material Design, и насколько упал Twitter Bootstrap, и насколько Material Design возрос в последнее время. Да, это вот с 2015 года он и возрос. Собственно, с его популярностью. Вот так выглядит. Но мы сейчас еще зайдем к ним на сайт, посмотрим. Написан на SAS с использованием BAM-методологии. Это хорошо, я считаю. SAS, да, BAM, нет. Так, окей. А вот как нам показывают, вот как выглядит на самом деле график поиска. В смысле, что Bootstrap-то искали вообще побольше намного. Именно слово Bootstrap. Просто слово Bootstrap, да. Не Twitter, а вот это. То есть здесь вот этот тот график, который там сверху действительно нам не наврали. Он был. Да, он был. Но несравнимо, конечно, со словом Bootstrap. Ну, что я могу сказать на это? Ну, тут пишут, что по возможностям уступают. Чуваку, конечно, минусуют, но по возможностям действительно уступают. То есть у них здесь есть несколько темплейтов, то есть уже готовых каких-то вещей сверстанных. Типа там блог, android.com. А что это значит с темплейтов? Ты давай сначала? Они так хотят, видишь? А, ну давай. Просто что, есть уже прям готово. Уже есть готово. Кому-то прям, кто-то уже тут схватит и убежит. Дашборд, текст хэви вебпейдж, стендалон, атикл. И чтобы я сюда сильно захардкодил свой сайт. Ну, грубо говоря, да. Есть компоненты. Есть компоненты, как в том же бутстрапе, опять же, кнопочки, бейджи, кардс. Я не помню, кстати, там нет такого кардс, по-моему, в бутстрапе. Ну, вот джумбатрон где-то был. Это тоже такой кусочек, который выделяется, но просто в материал-дизайне все кардсами сделано, поэтому они не могли без них. Давай так, давай знаешь, что подумаем? Вообще, на самом деле... Скажем просто, что гриды тоже есть, как в бутстрапе. Очень тупо это сравнивать с одним бутстрапом. Очень много фреймворков, фронт-энд фреймворков, которые именно так и строятся. Да, да, и фаундейшн, например. И фаундейшн, и хридные. И бурбон, который сасовский, у него есть нит, рефилс, вот эти вот штучки, которые дополняют тот фреймворк тоже компонентами, но их много. Здесь суть просто в дизайне и все. Да, в материал-дизайне. И элементов пока компонентов не так много, на самом деле. Но зато анимации вот те самые, которые прям должны быть. Ну, то есть, подожди, это то есть религиозно-правильный, так скажем? Ну, это прям гугловский. То есть, все теньки, все как надо. Мы же, мы когда обсуждали 100 тысяч лет назад, что в материал-дизайне там надо много чего соблюдать. Да, да, там, причем рекомендации все на уровне того, что вот когда вы это здесь делаете, пользователь должен чувствовать. Думайте, что это материя. Да, и так далее. То есть, там про анимации вот так чувствами написано, что когда вы делаете эту анимацию, пользователь должен легкость там быть и так далее. Ну, короче говоря, материал-дизайн. Вообще, это прикольная тема. Мне кажется, хотя, вот ты, допустим, сейчас загуглишь какой-нибудь хэллоуин-фронт-энд-дизайн. Тоже будет под хэллоуин-стиль, мне кажется. Мне кажется, еще нет, потому что его тогда не было. Ну, то есть, материал-дизайн вышел в 2015-м, в начале. Ну, нет. Хэллоуин, а с тех пор еще ни одного не было. Да нет, я имею в виду, что типа как фронт-энд хренька. Нет, ты не материал, а просто в хэллоуин-фронт-энд-фреймворк напиши. А, ну-ка. Просто, что вот на любой бред ты, мне кажется, подставишь, и будет такой фронт-энд-фреймворк, который ты просто как бы... Нет, ну будет хотя бы темка для бутстрапа. Вот это столько долго будет. Да, кстати. Ну, должно быть что-нибудь. Ну, вот, что-то нет. Ну, давай картинки. Это самый простой поиск. Вон там какие чуваки. Какие чуваки. Ну, ладно, окей, не удалось. Но вообще это прикольная тема, просто писать, так скажем, стили. Это же можно просто стили накрутить на бутстрап на тот же. Ну, так сколько тем-то для него. Их очень много, поэтому... Была, собственно, материал-тема для бутстрапа. Но там вот этих всех анимаций, по-моему, не было, если мне не изменяет память. Ну, то есть эта штука будет расти, я так понимаю. Тем, кому интересно, пусть следят. Бутстрап-то сейчас уже в третьей версии. Уже там в три хрен сколько. А это только 1.0, поэтому... Тем более материал-дизайн лайт. Потом, возможно, будет премиум, платная, большая. Фильтр. Лайт-фильтр. Я просто как бы... А, ну да. Ну, окей. Так, так, так. У нас там WordPress. У нас WordPress, но я первую тему из WordPress не буду, потому что мы уже час 0.5 говорим. И она гигантская. Поэтому мы сейчас чеканно просто пробежимся. Произведительность опций в WordPress. Статья на веб-маге о том, что не все опции запрашивают из базы данных всякое. Потому что есть объектный кэш, кэш-объектов так называемый. И поэтому всякие запросы типа блог-инфо функций, которые спрашивают типа там сайт URL и так далее, они все уже давно закэшированы в объектах и не запрашивают ничего из базы данных. Поэтому можете их спокойно использовать и расслабить булки. Об этом статья. Удалить постформат их собираются в WordPress 4.3. Может быть даже позже. То есть просто, ну, предложили удалить, а когда не сказали еще. Так, и что нам это даст или не даст наоборот? Заберет у нас? Ну, как тебе сказать. Я вот не сильно ими пользовался. И почти все темы, которые я видел, что их используют, это были темы от Automatic. Так. То есть профессиональные темы. Ну, как тебе сказать. Они немного вот сами это форсировали, эту штуку. То есть там вот, допустим, был листинг постов. Давай вот зайдем здесь на главную. И там было вот здесь какой-нибудь бэджик там круглый или какой-нибудь. И в нем иконка там видео, то да сё. Ну, очевидно, что у него можно было выбирать здесь, если, допустим, видео, то он перед заголовком, например, видос показывал. Не, ну, слушай, по-моему, это крутая тема. Ей же пользоваться-то очень удобно. Ты выбираешь? Я согласен. Мы на YouTube Design этим пользуемся. Я сейчас слукавил, когда сказал, что я этим не пользуюсь. Ну, нет. Даже в той новой теме, которую я на YouTube Design пишу, там тоже это используется. Да, то есть как бы премиум темы типа One. Они, по-моему, прописаны там все четко вообще. Да, да. Ну, вот хотят убрать. А чё такие? Чё гады такие? Ну, вот предпочитают думать, что они сделали только ещё новый тикет и собирают практически голоса. Убрать, не убрать? Ну, понятно, они посмотрели, и никто не пользуется. Да, ещё здесь вот пишут, что не всегда пользователям понятно, почему в одной теме они есть, а в другой их нет. Ты пашь быдлят. Ну, в смысле, что это же не дефолтное поведение. Ну, да. Если ты его не объявишь, то не будет. И сам факт того, что где-то объявлено, где-то не объявлено, конфьюзит типа пользователей говно. И вообще, что не настолько по-разному в разных темах это, как бы сказать, имплементируют. То есть где-то просто цвет меняют, а где-то реально целые блоки можно там добавлять и так далее. Вот это всё их бесит. И поэтому они это хотят в плагин отдельно. Да, в плагин, я тоже сейчас подумал, что это... Это же как бы функционал есть, функционал. Да, да, да. То есть это как бы не в теме должно быть, а в плагине. Поэтому в этом смысле всё более или менее. Ну и третья бета вышла, 4.3 уже. Тут, кроме всего прочего, в кастомайзер, в любимый, добавили фаб-иконочку. Добавили видео, чтобы смотреть сразу. Скорее всего, да. Уже и снимать, и монтировать, и эффекты накладывать. Я поставил тебе кастомайзер, чтобы ты смотрел свой кастомайзер. Да, в этом кастомайзере. Короче говоря, вот теперь здесь можно фаб-иконочку и тач-иконку для, ну ты понял, для чего, для сайта. Ну там подставляльщик паролей уже появился, который за тебя сгенерирует тебе всякий досвидос. Знаешь, раньше, короче, я просто сейчас вспомнил, был досовский генератор ников, и там можно было генерировать себе ники, знаешь, и там, причём с прилагательными, знаешь, какой-нибудь там, какой-нибудь там великий. Ну да, я помню. Это круто было. Слов нет. Да, GitHub Desktop. Мне вот недавно в одной из рассылок пришло, типа, чувак, чувак, GitHub делает новое приложение для десктопа, записывайся быстрее, узнай все подробности, когда оно выйдет. А ты представляешь, вдруг эта реакция, знаешь, на чё, на то, что мы обсуждали с тобой, убийца GitHub. GitHub, помнишь, помнишь, Гугл-то делает? Да. Вдруг это они писькнули и сделали вот эту штуку, да, и ты видишь, у них всего лишь ещё пока надо сайнап, они собирают мыла. Ну. То есть они, возможно, ещё не ухом, не рылом, а Гугл-то их уже сейчас убит. Они бегают уже, вёдра подставляют, ванны носят. Под GitHub. Да, под GitHub, я пульт не могу найти от телека, чтобы не выключился. Кстати, чемпионат мира по футболу уже 2018, скоро же будем тянуть эти, ну, жеребьёвка будет. В смысле, мы уже его проводим. Да, но будет жеребьёвка, кто с кем играет, я про это. А, ох ты, господи, ну нет, я ещё что-то в это не смотрел. Последняя наша тема на сегодня, кроме GitHub'а. Ладно, так и быть, пусть выключается, если выключится. Да я пока найду, ты пока анонсиру. Да вон он на столе за книжкой. А, ну-ну-ну. Обновился шрифт Source Code Pro, который использовался в брекетсах. Помнишь? Помню. Теперь там кириллицы наконец-то есть. По умолчанию в брекетсах теперь не будет там беспонтового говна с кириллицей. Вообще сильно любили этот шрифт все? Вот я... Отзывы какие? Да любили его все, потому что он адоббевский. И он, например, в стайл-гайде SAS'а, самого сайта и самого припроцессора, он используется как шрифт для консольки. Ну, это прикольно. То есть, грубо говоря, он нужный. И его не было ни Италика, да? Ни кириллица. Да, да, но Италик редко делают для консольных шрифтов. Нахрен бы это надо было, чтобы вот Magic кто-то такое делали. Да, да, да. Ну, теперь есть русский язык. Я вас любил, любовь еще быть может. Мне нравится, что там написано, что это такое, чтобы понимать. Ну, короче говоря, они сделали, сделали альтернативные эти буквы «Ай» и прочее. А зачем дефолтную делать «Ай» вот такую, как первая зеленая? Не знаю. Мне вторая тоже нравится. Как бы, ну, больше. Ну, да. Ну, так видят. Первая? В общем, тут немножко на значке инвалидности. Ну, ладно. Но человечек такой. Да. Почему инвалидность? Он приседать готовится. Он стоит с вытянутым руками, будет приседать. Ну, да. Когда приседать, вот такой будет. Окей. Это он на шпагат присел. Ну, да. Это он с базукой. Я сейчас пытаюсь понять, не могу, где базукой. Да просто это я бред, что он стоит на одном колене. Понял, понял. В общем, да. И Source Sans Pro уже давно обновили. То есть это тоже адобеский шрифт. И он тоже используется в SASE. В Style Guide SASE. Давай скажем нашим подписчикам, что нужно сделать, чтобы у тебя Source Code Pro появился, и ты мог им пользоваться. Не пирате. Заплатить деньги, да, получается? Не пирате? Да. Ну, в смысле, реально. То есть купить Typekit, проплатить. Ну, как минимум. Как минимум. То есть у меня другого варианта нет. Да я не могу одним Source Code Pro купить его. Должен мочь. Отдельно у Adobe. Или это где-то на рынке? На fonts.com наверняка. На fonts.quirrel тоже наверняка он есть. Просто есть маленький шансик, что он бесплатный, но что-то, по-моему, нет. Угу. Хорошая попытка, но нет. Ну, окей, что? У нас много объявлений, на самом деле, организационных. Во-первых, неделю назад не было подкаста, потому что, скажу честно, я уезжал. Угу. Вот. Через неделю еще будет подкаст, получается, 27-го, да, числа? Да. Или 28-го. Ну, что-то такое. Да. А потом месяц не будет. Или три недели, или месяц не будет. Потому что, опять же, нужно будет уехать. А, подожди, и когда ты какого приезжаешь? Я приезжаю 21-го. 21-го. 21-го это четверг. Вот после... В понедельник после 21-го будет. Угу. Кроме этого, у нас появился чат в телеграмчике. Ты хочешь открыть прям? Я не хочу открывать. Не будем. Зачем? Там мало ли что. Я не знаю, кому как удобно, потому что некоторые там что-то базарили, там, типа, может, слэг там, или, может, не слэг. Да, господи, это разговорчики просто в строю. На самом деле и в телеграме разговорчики везде. То есть это как бы просто, ну, грубо говоря, да, это фановая тема. Да, это просто чат, и все. Это очень фановая тема. Он прикольный, там уже 160 человек набралось. Угу. Да, ссылка будет под видео, естественно, в этих... Фу, не в комментариях, в описании к видео на этот чат. Подключайтесь, короче говоря. Кроме этого, в эту субботу прошли разговоры у экрана. Вы, наверное, уже видели у нас на канале. Угу. Так получилось, просто мы из этого же чата собрались в хэнгауты и поговорили. Два часа мы поговорили. Два часа базарили. Да, два часа. Два часа там и две минуты. У меня в ленте Ютуба, чтобы ты понимал, разговоры на диване и сразу же разговоры у экрана. Да, да. Ну, я вдохновлялся, действительно, почему бы и нет. Ну, да, в принципе. Вот. После этого разговоры у экрана номер два пройдут вот перед... Вот когда 27-го подкаст, вот 25-го, получается, они пройдут. То есть на этой неделе? Не на этой. Они будут раз в две недели. Сегодня просто уже 20-е. То есть, значит, уже в пятницу ты хочешь. Чёрт, это что, это на этой неделе получается? Ну да. Это я уже через неделю уезжаю? Так да. Ё-моё. Блин, ну как-то не хочется. То есть посмотрим. Ну, короче, да, посмотрим, как будет идти. Обсудим, потому что надо перед этим... Мы хотели вопросы ещё перед этим собрать, чтобы было более хлёстко и чётко, чем в этот раз в два часа. Собрать вопросы отдельно. Ну, блин. Ну, ладно, неважно. Об этом будет всём сообщено сто раз после этого. Главное, короче говоря, следите за всеми новостями в наших соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере. Не буду говорить в Фейсбуке, там уже мхом всё поросло, потому что пока некогда. Но ВКонтакте, в Твиттере всё есть. Подписывайтесь... А, про iTunes. Я им написал, короче говоря, что, типа, чуваки, вы это... Шевелитесь. У нас подкаст не обновляется. У нас вот, так скажем... Я видел, да. Вот в подписках есть 45-й выпуск, то есть наш предыдущий, если здесь обновить. Угу. Но если зайти в iTunes Store, то там по-прежнему 42-й последний. Да, это грустно. Я сначала позвонил в Эбловскую техподдержку. Они мне говорят, чувак, у нас техподдержка по продуктам, а у тебя, типа, разработческая поддержка тебе нужна. Угу. Перед этим сто раз извинялись, там, за ожидания, за всякое... Ну, как обычно, короче, очень учтиво себя вели. Потом я написал в разработческую поддержку. Говорю, чуваки, там уже писать надо. Угу. Типа, чуваки, у меня вот такая вот хренотень. Они мне отвечают. Чувак, у нас, конечно, разработческая поддержка, но сами мы не разработчики и не понимаем, что ты от нас хочешь. Угу. Напиши вот сюда. И там есть реально поддержка именно подкастовая. Угу. И там уже есть прям форма. Типа, мне надо поменять там фид, мне надо обновить хрень там и так далее. Но я пишу, что мне надо. Мне отвечает чувак, типа, чувак, я смотрю, и все норм. Что ты хочешь обновить-то? Вот 42-й выпуск. А последний еще 45-й. Если, говорю, ты подпишешься и посмотришь, типа, в подписках, что прилетает, там прилетает 45-й. Он говорит, так, ну я могу, типа, тебе обновить весь твой фид на новый. Угу. Типа, с HTTPS-ом. Там будет все 45-е, все четко. Я говорю, да, обновляй, круто. И вот он три дня как-то еще не обновил. Не знаю, почему. Может быть, я ему вдогонку спрошу сейчас еще, перед тем, как уезжать. Типа, чувак, ну ты что? Угу. Но вот такая история. Короче говоря, независимо от этого, подписывайтесь на iTunes. В какой-то момент, я надеюсь, что все это исправится. Они Safari просто сильнее пилят, поэтому им не важно. Возможно, да, у них все люди заняты. Некому нам помогать. Так что это были YouWebDesign. До встречи в следующих подкастах. Пока. Пока.